Добрый день, сегодня анбоксинг И он не совсем такой, как обычный Потому что здесь клок Сразу может возникнуть вопрос, зачем мне клок? Ведь у меня кроме обычного клока Есть еще магнитный Я зачем-то купил еще один обычный Ну, на самом деле я его не покупал И клок это не совсем обычный Как вы, наверное, могли видеть по названию видео Мне ребята из ProLabs Присылали его для тестирования Коробка здесь самая обычная От самого обычного клока Lingawa И как видно на картинке Он именно такой изображен Она помятая Какая-то вся такая непонятная Но это не важно Раскрываем Кстати, ребята из ProLabs Зажали инструкцию Инструкции нет Как же я теперь клок-то соберу? Ну, давайте посмотрим Все это убираем Оно нам не нужно Вот так выглядит клок Так вот интересный дизайн По краям мы видим черную изоленту Которая говорит о том, что клок вскрывали А значит настраивали, смазывали Делали какие-то свои модификации Вкладыши здесь заменены на какой-то оригинальный дизайн Здесь прослеживается буковка S Что говорит о названии Cyber Стрелочки, что радует Все выровнены в одном направлении Если взять один из моих клоков На нем Да, одна стрелочка Стоит так вот косо И при сборке часто путаешься И как видно Этот клок Никто не вскрывал Поскольку мне Лень Да, и при вскрытии клока Его легко сломать Что лучше Подобное дело Оставить профессионалам Я предупредил Ребята с ProLabs Что у меня Есть магнитный клок И я буду сравнивать Именно с ним Я открутил 100 сборок На Cyber И готов сделать Некоторые выводы Это хороший клок Который в разы лучше Оригинального Не модифицированного То есть Если мы возьмем Клок Который только-только Из коробки Он будет еле-еле Вращаться Вот так Это у меня еще припертый Греметь Греметь Стрелки вкрепь в кость Кнопки Со временем Будут падать У меня такого еще нет Поскольку я Клок редко собираю И Вот этот клок Запасной использовал И заедает Локапит И прочее Ну и Соответственно Очень медленные Клоки Лингао С завода Идут А кроме Лингао Сейчас Трудно купить Что-нибудь Вообще На любом рынке По внешнему виду Кроме Изоленты Измененных Вкладышей Мы не видим Никаких Отличий От Стандартного Клока Все из того Что Магниты Располагаются Внутри Пролапс Не единственный Кто делает Магнитные Клоки Чуть меньше Будет Ход Кнопки Будет оно Как-то мешаться Это кольцо Утверждать не буду Но верю Скажем так Здесь Используется Всего 8 колец По 2 На каждую кнопку Вместо 16 Я не Вскрывал Ни один Магнитный Клок Поэтому Проверять Эту информацию Не буду Просто потому Что не хочу И не уверен Что я обратно Все это соберу Мне опять же Лень Не знаю Насколько Эта схема Уникальная И инновационная Но она Отличается От наиболее Распространенной Сейчас среди всех Магнитных Клоков Это да Хотя На моем Клоке По ощущениям Кнопки Движутся Точно так же Клок Поставляется Естественно Смазанным Что улучшает Его Скоростные Характеристики В сравнении С базовым Вкладыши Заменили На более Плотную бумагу Так что Смазка Не должна Их испортить Также Производитель Утверждает Что на весь Клок Тратится 48 магнитов В общей сумме Не знаю Где они тут Расположены Да и честно Знать не хочу Больше Меня интересует Вращение Клок Смазан Поэтому Он по идее Должен вращаться Быстрее Хотя Некоторые Утверждают Что Смазанный Клок Крутится Медленнее Чем Не смазанный Но если сравнивать Со стоковым То этот Безусловно Быстрее Не знаю Какой смазкой Опять же Смазан Этот Клок Это секрет Производителя Компания Разрабатывает Какие-то Свои Смазки Разрабатывает Борное Покрытие Вроде бы Даже первое В России Для разных Головоломок Она делает Магнитные Моды На всякие Головоломки Интересная Вещь Причем Головоломки Не только Клоки Трешки Двушки Но и Киломинксы Иви Понимаю Нестандартные На всякий случай Ссылку В описании Оставлю Это не реклама Мне за это Не платили Но вдруг Кому будет Интересно Ну а теперь Давайте Грустному Поскольку Это же Объективное Видео Чем Этот клок Уступает Моим Для начала Предыстория Откуда У меня Взялся Клок Это Один Так Понимаю Из первых Магнитных Клоков В России Которые Мне делали Очень Талантливые Ребята В этом Деле Здесь Уникальный Дизайн С С моим Вца Айди Вца Айди У нас С этой стороны И здесь Ну имя Фамилия Причем Только спустя Полгода И то не сам Я заметил Что в написании Моего имени Допущена Ошибка Здесь наверное Плохо видно Но здесь написано Абексей Да Было очень смешно Когда это заметили Другие Не обратил Внимание Ну что ж Теперь Зато Ни у кого Другого Такого нет В чем Особенность Это так же Магнитный Клок Так же Черная Изолента Так же Я не заглядывал Внутрь Так же Нет Никаких Колец Снаружи Дизайн Другой И Клок Быстрый Ну и По итогам Сравнения Этих двух Клоков Мой Клок Быстрее Возможно Да Из-за того Что ему Уже почти Два Года И с ним Ничего За это Время Не Случилось Но Я не Клокер И Я Собираю Клок Только На соревнованиях Только Ради Теста И сравнения Я открутил Сотку На Сайбере И Сборок 50 До Сайбера И Сборок Наверное 20 После Я открутил На Своем Чтобы Сравнить Этот Клок Быстрее Да Возможно После Более Длительной Притирки Этот Клок Станет Побыстрее В данный Момент Его скорость Комфортна Но Она Уступает Моему Клоку Тут Сказать Нечего Кнопки Перемещаются Примерно Одинаково Поэтому Инновационность Уникальность Не знаю По крайней мере На кнопках Все очень Похоже Дальше По дизайну Именно Самих Вкладышей Ну Возможно Это конечно Мне более Привычный Но Посмотрите На этом Клоки Как бы Яркие Белые Желтые Точки На которые Легко Ориентировать Здесь Решили Сделать Более Темные Точки И На этой Стороне Вроде Все Хорошо Все Красиво На этой Стороне Синие Точки Вот Здесь Сливаются С фоном Их Прям Совсем Не видно Да Это Незначительный Минус Но Он Есть И Если Вы Скажем Так Только Начинающий Клокер Который Вот Взял Этот Клок Чтобы Учиться Возможно Это Помешает Профессионал Это Будет Безразен Скорее Всего Поскольку Он Будет Ориентироваться На направление И Точки Наверное Вряд ли Будет Считать Мое Время По Клоку Где-то В пределах Сап 20 Сотка 18 17 АВГ Иногда Бывает На ВЦА Вроде 18 Сейчас На Неофициальных Чемпионатах Которые Мы Проводим Там Более В прошлый раз Было 17 Вчера Так что Возможно Более Опытные Клокеры Скажут Больше Но Скажем Так Я Не брошу Все Чтобы Перейти Сразу На Этот Клок Но Я Продолжу Его Тестировать И Скорее Всего Он Будет Показывать Результаты Не Хуже Чем Мой Вкладыши Да Вот Слегка Сливаются Но Как бы Даже Мне Это Особо Не Мешало Хотя И Не Такой Опытный Сборщик Клока Да На Прошлом Чемпионате Я Собирал На Своем Старом Клоке Он Чуть Побыстрее И Чуть Попривычнее Кстати После Того Как Открутил Сотку На Этом Я И На Этом Стал Быстрее Собирать Так Что Все Не Зря В В Г-17 Наверное Не Спроста Хотя Там У меня Был Сингл И 10 Секунд Там Скорее Сего Скрам Был Неправильный Поэтому Пересобирал Ту Сборку Магнитные Кнопки На Обоих Клоках Как Я Уже Сказал Работают Одинаково И Хоть Кажется Это Такое Незначительное Дело В Клоке На На самом деле Это Весьма Важная Модификация Поскольку На Обычном Клоке Если Взять Горизонтально Они Могут Упасть И Такие Клоки С Падающими Кнопками Не Допускают До Чемпионатов Особо Злостные Деликаты За Этим Очень Следят Не Злостные А Объективные Деликаты Это Облегчает Работу С Крамлером Судем И Прочее То Даже Если Судья Слегка Наклонит Клок На Магнитной Версии Кнопки Останутся На Месте Давайте Сделаем Такую Нибудь Сборочку Помешаем Получше Любая Магнитная Версия Клока Она Будет Иметь Схожие Преимущества И Схожие Недостатки Если Вы Не Докрутите Где-то Вот так Вот Стрелку Посередине У вас Кнопка Не захочет Вращаться И Это Не Зависит От Степени Прокаченности Клока Ну Как бы Вот Что-то Мы Здесь Перемешали Соберем Потихоньку Не Спеша Нима Ну Как бы Вот Клок И Собран Если Мы Возьмем Мой Возможно В нем Смазка Уже И Высохла Изначально Там Была Но Он Более Громкий Как я Посмотрю И Тут Как-то Вот Потише Наверное Из-за того Что Смазка И Сейчас Свежая Возможно Поэтому Он И чуть Медленнее Идеальный Или Этот Клок Нет Не идеально У него есть Недостатки Ну По крайней Мере Можно Было Чуть Больше Скорости Добавить Который Скорее Сего Придется Временем И Вот Эти Вот Вещи Посоветовал Были Я Этот Клок Для Покупки Кому Нибудь Да Клок Который Есть У меня Мне Кажется Что Он Лучше Но Вы Такой Не Купите Уже То Есть Это Было Давно И Товарищи Ну Не Производят Их Массово По крайней Мере Сейчас Насколько Я Знаю То Сейчас Уже Все По Другому Технология Другая Люди Разделились И Как-то Делают Все Не Так То Есть Для Того Чтобы Создать Этот Клок Прилагали Усилие Три Человека И И Потом Он Сломался Они Доработали И Вот Почти Два Года Он Уже Цел И Невредим Этот Клок Не Купить Так Что Для Меня Он Скажем Лучший Но Он Для Всех Недоступен Если Рассматривать Клоки Которые Сейчас Доступны Для Покупок Я Не Буду Называть Имена Магазинов Конкурентов И Прочее Но Нам Известна Ценовая Политика И Вот Этот Клок На Рынке Сейчас Самый Дешевый По Своим Характеристикам Я Опять же Утверждать Не Буду Но Вряд Ли Он Уступает Остальным Поскольку Мой Клок Один Из Лучших Что Говорить И Этот Уступает Ему Лишь Слегка И Учитывая Что Это Самый Дешевый Клок Магнитная Версия При Прочих Равных Характеристиках То Это Наверное Становится Актуальным И Есть Смысл Обратить Внимание На Этот Клок Насколько Я Знаю На Нем Кто-то Показал Неплохие Результаты На Соревнованиях Да И В Принципе Если Клок Нормально Вращается На Нем Можно Показывать Хорошие Результаты То Люди Которые Собирают На Стоковом Клоке Там Секунд 40-50 Берут В руки Нормальный Клок Собирают 20-25 Это Нормально Это Естественно Так Что Тоже Например Дмитрий Гундин Если бы Взял Этот Клок Он Спокойно Собрал На НР Я думаю Этот Клок Теперь Точно Будет Моим Запасным Возможно Будет Собирать Мой Сын Возможно Я Потестирую Еще Возьму Как Основной Будет Видно Там Посмотрим Самый Дешевый Магнитный Клок Который Определенно Достоин Внимания А на Этому У меня Все Всем Спасибо Всем Пока